Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад, что вы все решили посмотреть, те, кто решил это посмотреть, теорему о композиции классов. Взятьтесь поудобнее и пейте чайку, откинете на спинку стул и все такое прочее. Что такое композиция классов F и G? Давайте нарисуем несколько кружочков. В каждом из кружочков есть некоторая G-структура. Например, деревья, как вы можете видеть, а над этими кружочками задана какая-то F-структура. Давайте я напомню, что такое взвешенные классы, тем более, что, скорее всего, никто про это не знает. Что такое взвешенный класс? Нас интересуют какие-то дополнительные параметры объекта. Например, я нарисовал дерево с 10 вершинами. У этого дерева есть 5 листьев, и его высота равна 4. Мы вводим дополнительные переменные lambda и mu. Можно еще много переменных ввести. Каждая переменная отвечает за какой-то свой параметр. Здесь lambda возводим в степень 5, а льду в степень 4. Можно еще гаммы и дельта в какую-то еще степень повозводить. Можно рассмотреть срезку на n атомах, деревьев на n вершинах. Можно рассмотреть количество деревьев на n вершинах. Это просто сумма единичек. Если около прямых палочек дописать индекс v, который я забыл, это сумма весов. То есть вместо суммы единичек мы рассматриваем сумму весов. По наоге можно определить экспоненциально обыкновенную произведущую функцию. Я снова забыл индексы, но определение точно такое же, как и в классическом случае. Кроме того, что вместо количества объектов мы смотрим сумму весов. А отношение эквивалентности для обыкновенной произведущей функции наследуется от класса. Зачем мы все это делаем? Для того, чтобы доказать теорему композиции для обычных классов, нам все-таки нужно доказать ее для взвешенных. И теорема композиции для обычных классов будет являться просто следствием. И кроме того, вы знаете про взвешенные классы. Теперь давайте определим цикловой индекс. Как обычно, это сумма, там, что-то единицы на n факториал, сумма по всем перестановкам. Вот давайте поймем, что там суммируется. Рассмотрим перестановку, которая состоит из двух циклов длины 5, из трех циклов длины 3, из одного цикла длины 1. Тогда ее цикловой индекс это 1, 0, 3, 0, 2. При этом, что такое фикс f? Давайте рассмотрим все возможные структуры на n атомах. Вот мы их сейчас нарисовали, и перестановка сигма каким-то образом эти структуры между собой переставляет. То есть она порождает новую перестановку, которая тоже имеет какой-то свой цикловой индекс. Например, здесь на рисунке вы видите одну перестановку длины 3, несколько неподвижных точек, я их закрасил красным цветом. Значит, количество объектов, которые фиксируются в этой перестановке, равно 3, а не 2, как написано на рисунке. Можете посмотреть на картинку. Давайте теперь дадим формальное определение композиции взвешенных классов. Структура это тройка π, f, γ, p, где γ, p это набор g-структур на классах разбиений, f это структура на общем разбиении, а π это само разбиение. Вес определяется как произведение всех весов, то есть вес f-структуры умножить на произведение весов гамма-структуры. Давайте рассмотрим перестановку деревьев. Вес каждого дерева равен s, а перестановка является множеством из циклов. Вес каждого цикла равен 1, таким образом вес перестановки это количество циклов, которые в нее входят. Эндофункция это отображение из 1, 2n в 1, 2n. Таким образом, то, что мы построили, это взвешенные эндофункции, где вес каждой эндофункции равен s в степени количества рекуррентных элементов умножить на α в степени количества циклов. Рекуррентные элементы это те, которые входят в циклы. Давайте поймем, как получить произведущую функцию. Каждое дерево взвешивается с весом s, поэтому нужно произведущую функцию a от s умножить на формальную переменную s. Так как перестановка это множество циклов, то экспонента от α логарифм 1, 9 на 1, минус s от x дает то, что нам нужно. Давайте двигаться дальше. У нас есть формула для композиции. Заметим, что в качестве весов подставляется уже не v, а v квадрат. Там, где zx квадрат, там, где zx куб, подставляется v куб и так далее. Дальше вы видите формулу для композиции цикловых индексов. То, что написано справа, по определению, это композиция цикловых индексов, но теорему в самом мы так и не доказали. Давайте введем такой технический объект, как непомеченный класс объектов. Мы из обычного класса объектов делаем непомеченный класс объектов таким образом, чтобы экспоненциальная произведущая функция f стильдой равнялась обыкновенной произведущей функции для исходного класса f. Как это сделать формально? Напомню, что обыкновенная произведущая функция f стильд от x определялась как сумма формально-степенной ряда, где коэффициент при x степени n — это количество объектов с точностью до автоморфизма. Поэтому мы в новом классе объектов каждый объект снабдим дополнительно автоморфизма. То есть формально это множество пар s альфа, где альфа — это некоторая перестановка, которая вставляет множество s из f структуры на месте. Дальше нам понадобится новый технический объект, который называется цикловой многочлен. Его отличие в том, что число слагаемых, которые в нее входят конечным. Если же группа действует на y, то ее действия можно выразить как некоторая подгруппа группы перестановок. И таким образом у каждого элемента группы, каждый элемент группы можно сопоставить с некоторым элементом группы перестановок. Значит, у этого элемента группы перестановок есть цикловой индекс, и, значит, есть цикловой тип. Значит, то, что мы написали, формально можно написать. И мы рассмотрим цикловой многочлен для вращения куба. У куба есть не так много вращений. Есть вращение вокруг главной оси на 120 градусов, есть вращение вдоль оси, соединяющей центры граней на 90 и 180 градусов, вращение вдоль оси, которое соединяет центры противоположных сторон, и, наконец, тождественное вращение. Давайте их знумеруем цифрами от 1 до 4. Теперь смотрите. Всего 24 элемента в группе вращений куба. Третье вращение имеет 3 цикла, 2 цикла длины 3 и 2 цикла длины 1. Следующее вращение на 90 градусов имеет 2 цикла длины 4 и всего 6 типов таких вращений. И если на 180 градусов, то возникает 3 типа вращений, у которых есть 4 цикла длины 2. Для вращения на 180 градусов есть 6 таких вращений, именно имеют 2 цикла длины 4, 4 цикла длины 2 и тождественное вращение 8 циклов длины 1. Какая между ними связь? Оказывается, цикловой индекс можно переписать в виде суммы тех самых цикловых многочленов, взвешенных с весом VAT. Здесь написано, мы пробегаем по всем классам эквивалентности, то есть по всем непомеченным объектам. У каждого непомеченного объекта есть вес, который... просто вес. И у этого объекта есть стабилизатор, то есть некоторая подгруппа SM, которая оставляет этот элемент на месте. У этого стабилизатора есть циклический цикловой многочлен. Идея доказательств очень простая. Нужно расписать определение и дальше еще нужно воспользоваться таким фактом из теории групп, что произведение мощности орбиты на мощность стабилизатора равна размеру группы. Так что я попробую вкратце прокомментировать шаги, которые я делаю. Слева написано определение. Дальше я рассматриваю пары S-Sigma из непомеченного класса объектов, которые оставляют... S-Sigma такие, которые оставляют S на месте. Затем я распихиваю суммы на две суммы, потом я группирую эти слагаемые в соответствии с их орбитами, потом я пользуюсь тем фактом, что произведение мощности орбиты на мощность стабилизатора равна размеру группы, и дальше я просто выписываю определение с количеством многочлен. Все, давайте не будем на это долго задерживаться. Отсюда можно вывести важное следствие, что та же экспоненциальная произведающая функция в стильде или обыкновенная произведающая функция для взвешенного класса объектов — это подставить в цикловой индекс вот эти вот степени. Здесь мы точно так же расписываем по определению. Мы знаем, что сумма весов — это такой взвешенный размер множества. Дальше мы пользуемся тем фактом, что n, может быть, раскладывается в сумму, и вот эти вот x и t в степени n, g, открытые, ну, там, в сумме дает n. Мне очень понятно объяснил, но, в общем, я думаю, что вы проследите за логикой. Вот. Это все такие были технические упражнения. Сама теорема мы сейчас вот возьмем и докажем. Это та самая теорема о том, как взять и посчитать композицию обыкновенных производящих функций. Или не композицию обыкновенных производящих функций, а обыкновенную производящую функцию для композиции. Это не одно и то же, как вы помните. Давайте мы поймем, как устроены вот эти структуры, которые лежат в этой композиции. Каждая такая структура, как я уже говорил, это тройка. Там, где π, это некоторое разбиение, f, это структура, а g, это набор g-структур на элементах под разбиение. И у нас есть некоторая перестановка сигма, которая оставляет s на месте. Это же не помеченные объекты, верно? Тогда мы можем нарисовать, как это все выглядит и понять, что вот эти блоки должны переставляться друг друга целиком. То есть сигма, она разбивается на такие, то есть как бы укрупненная сигма, она разбивается на некоторые циклы. И внутри этих сигмачек, там нужно, чтобы тоже все хорошо переставлялось. Давайте мы назовем сигма с индексом p, это вот та перестановка, которая порождена вот этими перестановкой блоков, а сигма с палочкой p, это то, как переставляются элементы из одного блока в другой. Мы можем сказать, что перестановка точно имеет какой-то цикловой тип, и дальше можно сгруппировать все не помеченные объекты по цикловым типам перестановки сигма. Теперь нам нужно определить в такой объектах сплетение. Это просто циклы, составленные из же объектов. Мы хотим ввести обозначение k со значком m от g. Это такие сплетения, которые содержат циклы ровно длины m. В качестве упражнения предлагаю вам доказать, что производящая функция имеет такой вид, как я сейчас вам напишу. Эти сплетения, их можно в стек так много штук. Одно сплетение, второе, третье, четвертое, пятое. Если перестановка сигма пи имела какой-то цикловой тип, то непомеченные вот эти классы объектов, они состоят из таких вот сплетений. Поэтому производящую функцию можно написать как произведение этих сплетений и делить там на соответствующий факториал, потому что множество, множество все элементы можно между собой представлять. Дело за малым. Нужно подставить то, что мы получили. У нас появляются такие штуки в знаменателях. Это 1 степень n1, n1 факториал. А это в точности количество перестановок, которые оставляют данную перестановку с данным цикловым типом на месте. Все, доказали. Вот, смотрите, мы почти дошли до самого конца. Нам осталось всего два результата. Они используют две такие ключевые идеи, как алгебраическую независимость некоторых симметрических многочленов, это сумма степеней, и ассоциативность для композиции. Это обе вещи, которые нужно, конечно же, доказывать, но первое можно доказать через определитель Вандермонда, а второе можно просто исходя из определения. Первая теорема звучит так. Если какая-то функция обладает тем же свойством, что и цикловой индекс, то она является цикловым индексом. То есть, если задан класс и задана некоторая формула для композиции, то есть для обыкновенной произведящей функции композиции, то эта функция не может быть ничем другим, кроме как цикловой индекс. Чтобы это доказать, мы рассмотрим некоторый специфический класс, же взвешенный бесконечным числом переменных Т1, Т2, Т3. У нас есть бесконечное число степеней свободы. По сути, это что такое? Это такие атомы, каждый из которых покрашен в какой-то свой цвет. И количество цветов бесконечно. Тогда вот те объекты, которые у нас возникают, же стильды от х в степени к, это просто симметрические многочлены, умноженные на х в степени к. Допустим, что f от х, как мы уже упомянули, это некоторый формально-степенной ряд, значит, что он представляется в виде суммы таких маномов. Главное, чтобы каждый маном был конечным. Тогда мы сделаем такую срезку по n, то есть, такое, что сумма показателей маномов равна n. Заметим, что композиция является линейным оператором. Это означает, что если мы берем сумму внешних функций и поставляем в ней внутреннюю, то получается сумма композиций. То, что нам нужно доказать, звучит так. Если f от какой-то фигни равно цикловому индексу от какой-то фигни, то f совпадает с цикловым индексом. Исходя из линейности, можно это переформулировать так. Доказать, что если для любого набора переменных t и x функция f от заднего набора переменных равна нулю, мы просто подставили, то это f от любого набора переменных равна нулю. То есть, то, что подчеркнуто зеленым и оранжевым, оно соответствует друг другу. Это делается довольно несложно. Мы берем f, расписываем ее в сумму, как формальный степенной ряд, группируя по степеням маномов n. Смотрите, что здесь написано. Из каждого манома выносится x степень n одно и то же. Мы их сгруппировали так, чтобы нам было удобно. Значит, мы пользуемся первой идеей о том, что эти штуки логибридически независимы и получаем, что можно s1, s2 заменить просто на перемен на x1, x2. Победа! Мы доказали первую теорему из оставшихся двух и нам осталась самая крутая теорема композиции циклового индекса, который посвящен текущий выпуск. Я решил ввести красным карандашом это слово теорема. Мы хотим доказать, что для любых взвешенных классов цикловой индекс композиции разница композиции цикловых индексов. Композиция цикловых индексов была определена в самом начале. Вот она, посмотрите на нее. Воспользуемся результатом предыдущей теоремы. Она говорит, что если мы нашли функцию, которая дает нам результат для композиции обыкновенных произведущих функций, то эта функция является цикловым индексом. Смотрите, да, вот эта теорема. Мы ее только что с вами доказали. И вот у нас есть композиция трех штук. Мы хотим взять квантер по любому F. Воспользуемся ассоциативностью, как и было обещано. Если мы докажем, что для любого класса HU эта штука выполняется, то мы доказали все, что нам нужно. Теперь смотрите, мы подставляем в определение композиции, которую мы уже знаем, потом расписываем второй уровень. Вот, мы снова все расписали. и барабанная дробь. Вы все сами видите. Та-дам! Решайте задачки, сдавайте, пишите что-нибудь в чатик, оживляйте умертвое тело. Всем спасибо. Увидимся когда-нибудь в будущем. Решайте. Решайте.